Ну и вот, я и говорю, Биг Булатова тебя как у гора сделала, а она, мне всё равно, буду рожать, говорит, и всё. Представляешь? Да ладно. А отец кто? Кто-кто? Этот Миша с 27-й. Ни одной курсовой за три года не сделал, а ребёнка, пожалуйста. Я как прыгаю. Если я ребёнка подумаю, мне аж страшно. Это же не просто так. Это же на всю жизнь. Слушай, подержи пакеты, я руки помою. Давай. Спасибо. Да, не позавидуешь. Ребёнок в общаге, это же очень тяжело. Да это просто ад. Да ладно бы хоть отец нормальный был, а этот ни денег, ни работы, ни... Да ничего нет. Это точно. К отцовству он ещё навряд ли готов. Да из него отец как... как из тебя мама. Ну-ну-ну. Я буду отличной матерью. Алка беременна. Ну как? Для сил. Знаешь, тебе надо подкрепиться. Хочешь, я завтрак приготовлю? О, нет, спасибо. Отравиться сегодня в мои планы не входило. Подожди, то есть ты считаешь, что я не умею готовить? Почему ты? Вы. Вы, мужики, не умеете готовить. Ну, не до нового. Он мой бывший умудрился меня даже чаем с молоком отравить. Кулинары. И что? Это же не повод про всех так думать. Это... Что это вообще за логика такая? То есть, если мне не понравилось с одной девушкой, то с остальными тоже не понравилось? Так, я не поняла, с кем это не понравилось? Ни с кем. Ну, в смысле, не с тобой. В общем, неудачный пример. Что и требовалось доказать. Так, дай мне 10 минут, и я приготовлю тебе лучший завтрак в твоей жизни. Хорошо. Выглядит круто. Пожалуйста. Почти как в фильмах. А на вкус, как в ресторанах. Пробуй. А я точно не отраблюсь? Это ты и вчера должна была спросить, когда аж урому на улице покупала. Ешь давай. Пока горячее. Добрый день. Очень рад, что для обеда вы выбрали именно наш ресторан. Можно вас на минуточку? Андрюш, я сейчас. И как это понимать? Что именно? Твое дурацкое поведение? Не знаю. Сейчас, извини меня, мой парень ждет. Что? Я твой парень? Ты мой секс. И все. А с Андреем у меня отношения, чувства, понимаешь? А что, у тебя с этим какие-то проблемы? Нет. А, ну да. Мы же друг другу ничего не обещали. Мы же эти, как их друзья. Ну, вот и договорились. У меня сегодня вечером с Андреем свидание. Здесь же. Ему тут очень нравится. Я надеюсь, ты не против? Кто, я? Нет, конечно. Почему? У меня, у самого, тоже, кстати, сегодня свидание. А, и тоже здесь. Надо же, какое совпадение. Ну, вот и хорошо. Приятного вечера. И вам. И вам. Ну, что это, Андрюшечка, этот вечер точно не забудет. Привет, Кузь. Че такой загруженный? Сань, прикинь, Алка беременна. Да ладно. Может, поправилась просто? Да нет. Я сам с утра слышал, как она Таньке говорила. Нифига себе. Ты че, серьезно? Сань, походу, очень серьезно. Я вообще, блин, не знаю. Мне-то теперь че делать? Ты меня, конечно, извини, но, по-моему, все, что надо, ты уже сделал. Теперь радоваться надо. Сань, а чему радоваться? Ты думаешь, ребенок в общаге – это круто? Кузя, круто – это новые кроссовки. А ребенок – это счастье. Ты только представь, что скоро здесь будет бегать маленький карапуз. Мы все будем о нем заботиться, пеленки менять, подарки дарить. Ну, не знаю. А деньги? Кузя, если будет сильно надо, то мы попросим у нашего состоятельного дедушки. Какого еще дедушки? У папы, Кузя. У моего папы. Он, конечно, поворчи сначала, но потом обязательно поможет. Я его знаю. Блин, Сань, ну почему она мне ничего не сказала? Я же все равно через девять месяцев узнал бы. Кузя, ну, может, она переживает, что ты испугаешься ответственности и бросишь ее. Или не бросишь, но, мягко говоря, не обрадуешься. У меня был такой случай. У Шурина в семнадцать лет дочка родилась. Вот он вообще офигел. У него, считай, сын уже тогда два года было. А тут еще и... Кузя, короче, ты должен намекнуть Алке, что очень рад. Точняк. Пойду я сейчас куплю по гремуху до цветов и скажу, рожай, Алка, я рад. Подожди, так в лап не надо. Алка сейчас сможет на все неадекватно реагировать. И даже на твою радость. Тут надо ей как-то издалека намекнуть. Мол, скажи, у твоего друга такая же история, и типа ты очень рад за него. Блин, спасибо тебе, Сань. Не за что, папаша. Танька, пипец. Я сейчас такое услышала. Ты знаешь, с кем сейчас Сашка встречается? Ну да, с какой-то Ирой. Не с какой-то Ирой, а с беременной Ирой. Она беременна. Как? Не может быть. Я только что слышала, как Сашка радовался, что у него скоро будет ребенок. И как папа им поможет, прикинь. Блин, да не, да не может быть. А ты точно правильно все услышала? Ну, да вроде да. В том-то и дело, что вроде. Так, срочно вытаскивай Кузю и разузнай у него все точно. А я с Сашкой поговорю. Окей. Не общага, а роддом какой-то. В общем так, сегодня вечером у нас спецобслуживание. Клиентов покажу позже. Наша задача – испортить им свидание. Поэтому действуем четко и слаженно. Понятно? Значит, вы. Вы будете сегодня сидеть со мной за столиком и изображать моих девушек. Ясно? Девочки, объясняю, доступно. Вечером будем пить вино и веселиться. Когда мужчина сделает заказ, ему в блюдо нужно будет добавить это. Что это? Это абонемент на неограниченное посещение туалета. Когда они закажут вино, ты должен будешь пролить бокал на объект. Ну, ты это умеешь, я много раз видел. Затем, чтобы исправить эту некрасивую ситуацию, мы извинимся и принесем ему пирожное за счет заведения. А вот в пирожное… В пирожное мы добавляем это. Это то же самое, только концентрат. Ну, вроде все, вопрос есть. Да, вообще-то я не пью. А меня муж сразу после работы будет ждать. Ну, не пью – это вообще не проблема. А насчет мужа… Мужу скажешь, что задержишься, потому что будешь получать премию. Кстати, премия – это все касается. А-а-а, тогда за работой. О, Алка, привет. Заходи, закрывай дверь, мне тебе кое-что сказать надо. Конечно, конечно, Кузенька. Я тебя внимательно слушаю. Короче, ну, это, у меня есть один друг, а у него есть девушка, вот. И она, ну, короче, беременна, вот. Все-таки беременна. Я очень рад за него, слышишь? Очень рад за друга. Потому что ребенок в общаге – это круто. И я тоже так хочу. И я рад. Кузя, скажи, а как зовут твоего друга? Да какая разница, как его зовут? Главное, что я рад. Потому что ребенок – это весело. Потому что с ним можно гулять, спать, есть. Можно научить его драться. Ну, короче, ясно. Друг попросил пока никому не говорить. Понятно. Алка, погоди, а, ну, ты это, поняла, ну, что я рад? Да поняла я, поняла. Ты уже это три раза повторил. А ты мне сама ничего не хочешь рассказать? Кузя, ну, что тебе рассказать? Ты что, у меня тональник закончился, или то, что я на пары опаздываю? Давай, пока. Саша, как дела? Чего такой грустный сидишь? Да так, сижу, жду. Чего ждешь? Когда чай остынет. А, понятно. А, как у вас сырые дела? Спасибо, мам. Все хорошо. Молодец, Саша. Я, значит, хожу, мучаюсь, а ты чаек попиваешь? Меня, между прочим, из-за тебя сегодня целый день тошнит. Это ты во всем виноват. Ира, а тебя что, прям так сильно тошнит? Да вообще капец. Да не бойся, малыш, все нормально будет. Слушай, может быть, тебе полежать, а хочешь, я чаек сделаю? Нет, завтрак ты мне уже сделал. Спасибо. Да пожалуйста. Я просто миллион раз готовил завтраки, и ни разу никто не жаловался. Да у них просто сил не хватало до тебя дойти и пожаловаться. Повар хренов. Да нормально я готовлю. А если ты после моего завтрака в переходе какой-то чебурек с кошкой съела, то сама виновата. Саша, после твоего завтрака я уже больше ничего не ела. Только наоборот. То есть, ты хочешь сказать, что я не умею готовить, да? Хорошо. Тогда сегодня вечером я приготовлю ужин, приглашу всех своих друзей, и ты увидишь, с каким удовольствием они все все съедят. И с ними, со всеми, все будет нормально. Обязательно приду. Угу. Ни разу не видела массового отравления. СМЕХ Сильвестра Андреевич, здрасте. Блин, я так рад, что вы тут. Учти, Качок, это невзаимно. Тебя пять секунд. Сильвестра Андреевич, короче, моя алка беременна, а мне говорить боится, потому что думает, что я не готов быть отцом. А я готов быть отцом, еще как готов. Я очень рад, что у нас будет ребенок, очень-очень рад. Поздравляю, Качок. От меня-то что тебе нужно? Как что? Денег. Ты хоть бы слово волшебное для приличия сказал, а? А, да. Спасибо. А, нет. Пожалуйста. На что тебе деньги тактичные, ты мой? Как на что? На подгузники, там, на памперсы, на кроватку, на питание детское. Ну, чтобы алка поняла, что я готов быть папой. Да, второй ребенок в семье тяжело, алке придется. Да. Сильвестр Андреевич, ну, я потом верну. У меня просто сейчас нет. А потом, а потом будут. Ладно, Качок, сам отец понимаю. На, держи на пеленке, распашонки здесь хватит. Спасибо, Сильвестр Андреевич. Танька! Пипец. Я сейчас с Кузей разговаривала. Ирка точно беременна. Да я уже в курсе. Она сейчас к Сашке прибежала, жаловаться, что ее тошнит. Радостная такая. И что теперь делать, а? А что тут сделаешь? Теперь они, наверное, поженятся, переедут. Я буду видеть Сашку только на фотографиях. Вдвоем с этой мымрой. Танька, соберись. Нельзя сдаваться. Она наверняка специально забеременела, узнала, что Сашка сын олигарха и решила его захомутать. Все Сашкины детки только о его деньгах и думают. Не, ну, кроме тебя, конечно. Алла, что я могу? Сашка меня даже слушать не станет. А Сильвестру Андреевичу я жаловаться не пойду. Ой. Или пойду. Точно. Пойду и все ему расскажу. Он, это карьеристку, быстро на чистую воду выведет. Рано, рано. Рано. Девочки, наша здоровья. А, это потрясающе. Это сегодня торги какой-то. О! Заметано. Заметанно. Сильвестра Андреевича, здравствуйте. У нас серьезная проблема. У меня что, вообще охраны нет? Какая проблема? Беременность. Таня, я в курсе, не переживай. Молодая семья уже получила от меня стартовый капитал. А если сообразят назвать ребенка Сильвестром, то и с жильем помогу. И вы так спокойно об этом говорите? Вы что, не понимаете, что она специально от Сашки забеременела, чтобы ваши деньги к рукам прибрать? Погоди, Алка беременна от Сашки? Алка беременна? Ты что, издеваешься? Я помочь хочу. Погоди, если Алка беременна от Сашки, то что получается? Я Кузе моральную компенсацию выплатил? Да при чем здесь Кузя, если от Саши Ира беременна? Какая нафиг Ира? Пришел ваш качок, сказал, что от него Алка залетела, попросил денег, я дал. Какая нафиг Ира? Сильвестр Андреевич, я, я кажется, все поняла. Ира забеременела от Саши, а Саша сам побоялся к вам идти и послал Кузю, ну, чтобы тот денег попросил. А чтобы вы дали, Кузя сказал, что Алла беременна, но Алла не беременна, это Ира от Саши беременна, а еще Вик Булатова, но она сама. Так все заморчи! Так, Гена, машина у меня и Волкордин. О, а у нас что, сегодня какой-то праздник? Столько вкусненького. Да, можно сказать и так. Ну, если ты хочешь, я могу тебе просто овощей отварить. Саша, а мне нужно очень серьезно с тобой поговорить. Давай. Сядь. Хочешь, поговорим? Конечно. Саша, я всегда тебя считала самым разумным, поэтому скажу прямо, ты считаешь нормальным, что девушка, без образования, живя в общаге, собирается рожать ребенка. Конечно, нормально, Алла. Конечно, это же, это же счастье. Да ты что? Надо обязательно рожать. Саша, ну ты сам подумай. Денег нет, работы нет. Посмотри, в каких условиях будет расти ребенок. Да в нормальных условиях, Алла. Главное, не бояться и помнить, что рядом с тобой есть друзья, которые обязательно помогут. Не знаю, Саша, я считаю это неправильным. И пока не поздно, нужно, нужно отказаться от всей этой затеи. Подожди, Алка, так ты это о чем? Саша, ты взрослый человек и прекрасно понимаешь, о чем я. Рожать это не единственный вариант. Ау! Саня, смотри, сколько всего. Как думаешь, Алка теперь поймет, что я рад ребенку? Узи, блин, теперь твои игрушечки могут вообще не понадобиться. Алка мне только что намекнула, что не хочет рожать. В смысле не хочет? А нахрена я тогда все это накупил? Узи, блин, ты что не понимаешь, что Алка хочет сделать? Нужно ее срочно остановить! Побежали! Я опять не то заказала. Я хотела такую рыбку, как у тебя. Давай поменяемся. Для тебя все что угодно. Извините, извините, что помешал. Прошу прощения, но по правилам нашего ресторана вы не можете меняться блюдомик. Что за бред? Ты еще скажи, что штраф придется заплатить. Ничего не могу поделать. Это правило ресторана. Ржать на весь ресторан у них можно, а тарелками поменяться нельзя. Блин, Майкл, что происходит? Бога ради, извините, пожалуйста. Слушай, ты! Ты хоть понимаешь, что ты сейчас свою месячную зарплату пролил. Быстро проводи гость от этого лета! Пройдемте, пожалуйста. Еще раз, извините, пожалуйста. Совершенно случайно получилось. А не многовато ли случайностей за один вечер? Ты что, решил мне свидание испортить? Лиза, то, что у нас пару раз был секс, это еще не значит, что я буду ревновать тебя к первому встречному. Почему ты не даешь мне есть? Из тарелки Андрея. Ты что, туда что-то подсыпал, да? Ну все, малыш, у тебя уже паранойя. Паранойя? Тогда успокой меня, малыш. Съешь кусочек. Ну все, все в порядке. Я же говорил. Это подарок джентльмена от нашего семейного. Прости меня, Майкл. Я такая мнительная. А ты не мог бы попробовать и пирожное? Майкл, долго еще? На смену час назад закончилась. Так, чик! Да, Майкл, мучить сразу трех женщин одновременно это в твоем стиле. Браво. Ты жалкий, подленький, самовлюбленный тип. Все, милый, мы уходим. Ну вот, не обманул меня, Качок. Беременна твоя Алка-то. Алла тоже беременна? Да почему тоже-то? Да потому что Ира точно беременна. Алла беременна, Ира беременна. У вас здесь что? Эпидемия, что ли? Алка, ты что мне ничего не сказала? Подруга называется. В смысле? Что не сказала? Что ты беременна. Что? Привет. Здрасте. А Саша у себя? Нет, Ира, Саша нет. Это что ли от Сашки беременна? Да. Чего? Я беременна? Алка, ты по-любому должна оставить ребенка. Я рад, слышишь? Пипец, какого еще ребенка, а? Алка, так ты все-таки тоже беременна? Погоди, я не понял. А кто еще беременна? Саша, почему я узнаю от посторонних людей, что у меня будет нук? Сам бы мог сказать, что твоя девушка беременна. Ира, ты что, беременна? Да, с чего вы это взяли? Блин, Алка, я так рад, что ты беременна. Пипец, да не беременная я. Это Ира беременная. Да не беременная я. Так все. Тихо. Сейчас быстро по одному сказали, кто из вас беременный. Я не беременный. Саша, беру свои слова обратно. Ты отлично готовишь. Мне даже живот прошел. Точно? Да шутит она, шутит. А ты-ка, че смеешься? Ты бы лучше подумал, куда теперь весь этот детский мир девать. Не, не, я же не думал. Вот. Твоя основная проблема. Ты не думаешь. А я, кажется, знаю, что делать. Походу, маленькому Бекбулатову или Бекбулатовой очень повезло. Равнее прямо. Ага, почти дошло. Всем привет. Девочки, поздоровайтесь. Нормально. Слушай, Армачо, это случайно не официантки из моего ресторана, а? А? Селестра Андреевич, у них сегодня отгул. Но это только по работе. А зачем ты их сюда-то привел? Танюш, не привел, а еле притащил. Они так накидали, что не могу сказать свои адреса. Слушай, хитроносый, ты мне зубы не заговаривай. Что все это значит, а? Селестра Андреевич, я вам все объясню, только позже. Просто меня сейчас очень сильно тошнит. Извините. Блин, Майкл тоже беременный. О, пипец. Накормил Сашечка. Реально все утро тошнит. Да кто там? Застряли, что ли? О, все в сборе. Поздравляю. Ой. Ребят, это не из-за меня. Это вы, наверное, что-то испорченное съели. Сори. Ребят, сори.